Доброго времени суток, дамы и господа, по просьбам трудящихся компиляция крафтов на фаер слэш гему. Вообще, что делается с пушкой? То есть ты делаешь себе топовую пушку, ты точно знаешь, что ты её крафтишь нормального состояния, да? Ты, грубо говоря, топишь соулбёрстами, пока не получаешь на пушке атак спид. Потом топишь, пока не получаешь крит-дамаг. Вот. Два префикса у тебя получаются, да? Вот. И потом, уже потом начинается интересная херня. Ты берёшь такой, кидаешь сюда там рандомный амплифайд, желательно ролишь какой-то elemental damage. Вот. Сосен с эмбера, ролишь сюда любой кирфизы. Вот. Это у тебя на пушке 4 стата. Потом рулингами ловишь хорошую физу. Вот. У тебя будет Т1 физа. Такая заготовка. Ну и потом сюда, собственно, докрафчиваешь с соло бёрста любой тир крит-шанса. И любой тир гирфизикл дэмэдж. Всё. То есть, по сути, на пушке надо поймать всего три стата перед тем, как ты будешь в неё рандомно кидать эмберы. Почему? Ну, потому что Реслос у нас идёт. Стопроцентный шанс, что он тебе залетит в крит. Хуяк. Спасибо тебе за гайды и помощь в комментах. Хирак у тебя, она залетела сюда. Сейчас посмотрю, кто это. Но, тем не менее, огромное тебе, дядь. Спасибо, что ты оцениваешь мой труд. Вот. Потом ты... Хирак такой, да... Ну, типа, берёшь омину с эмбер. Крафтишь там, я не знаю, чё ты крафтишь, конечно. Вот. Вот, Хирак, когда крафтится физа, она заменяет твою физу. Крафтишь ещё раз. Если у тебя физа есть и ролится другой сад, она тебе заменяет алиментал дэмэдж на... Вот. На пинетруэль, на что-то ещё. И вот... Во сколько там тебе обойдётся ловить последние вот эти статы, вот это и является ценой крафта. То есть, как минимум тебе понадобится 20, 20 и ещё 20. То есть, 60. А, возможно, понадобится какое-то там неограниченное количество валюты. Вот тут хуй в его ебиваще. Сколько тебе денег надо на всё это дело? Я не знаю. Мне не понравилось то, что, собственно... Она, в принципе, атакер как таковой. Да? И не понравилось то, что, собственно... Она ещё и вот таким сратым способом наносит урон. Вот смотри. Потом докрафчиваешь хп. Вот так вот. Потом слэмишь сюда любой стат абсолютно. Заменяешь его с помощью рулингов на физикал эсфайр. Вот. Таким макаром ролишь и ждёшь, пока он его заменит. Придётся подрочиться, но... Он рано или поздно это должен сделать. Вот. Физикал эсфайр. Принимаешь. И потом, опять же, начинаешь его кидать. И ждёшь до тех пор, пока он у тебя прокнет Т1. Вот. Когда он у тебя прокнет Т1, он у тебя будет, соответственно... Заменён. Вот. Почему так делается? Чтобы сохранить четвёртый стат. Потому что пятый стат, ты хочешь кидать стикник эмбера. Это должен быть варкрай эффект. Вот так вот. Хуяк. И всё. И пятый стат с помощью фосила. Вот. Допустим, там... Ну, не знаю. А с амплифайда, да? С фосила. Чтобы он 100% добавил стат, чтобы много элементов не тратить. Докидываешь. Там Т3 элементал дэмбер, похуй. Вот. Продолжаешь всё это с помощью О-эмбера. Ждёшь, пока он тебе, собственно... Заменит нужный стат. Вот, твой элементал дамаг. Во-первых. Вот. И продолжаешь делать до тех пор, пока он тебе не наролит. Либо пинни тру, либо в твоём случае, там, плюс 3 файер скилл левела. Вот. Вот так вот делается щит. Сделайте клип, кто может. Как крафтить мои боты? А чё в них не странно? А-а-а, тип ты про это. Ой, ща обходи. Ща обхожу. Надо немножко выдохнуть, кстати, да. Скрафтить ботинки будет отличным расслаблением. Берём базу. Берём базу. Из статов, которые нам нужны, это... Мы ролим на них Т1 ХП. Вот. Т1 ХП. Далее. Один из резистов. Допустим, в нашем случае это будет там... РО уже на резистанс, да? Вот. Далее уже начинаются интересные моменты. В принципе, в принципе, вот этот стат должен быть заменён оминусом. Соответственно, он не нужен. И из крутых эмберов остаются только вот этот стат. Нет. Соответственно. Идеальный вариант я сейчас покажу, и как делать его тоже покажу. Что ты делаешь? Ты слэмишь сюда любой тир лайф-регена. И любой тир ещё одного регена, забивая префиксы, это тебе дает возможность использовать рулинг эмберы в префиксах. Соответственно. У тебя такие ботинки. Ты берёшь и спамишь рулинг эмбер, пока он тебе не заменит один из твоих, собственно, статов на фаер-дамаг. Спасибо, Дальф, огромное. Либо не накинет тебе Т1 ХП. Тебя, в принципе, и то, и то устроит. Это вот почему на моих ботинках сейчас есть и ХП, и второй стат. И сидишь такой, краптишь. Вот. В моём случае он мне сразу прокнул этот Т1, да? Если такого не случается, то ты делаешь вот так. Физикл, эсфайер. Любого тира заменяешь свой стат. На ботинках остаётся всего ещё 4 стата. Вот. Соответственно, дальше спами о рулинге, ты гарантируешь при проке Т1 физикл из экстра фаера, что он залетит в нужный тебе стат. Что он не сролит ничего и залетит в нужный тебе стат. Вот. Видишь, прокает Т1. Хуяк. Всё. У тебя ботинки всегда будут с Т1. Вот менять ли этот реген дальше на что-то, решать тебе. Типа, я в своём случае упоролся и накрафтил, собственно... Т1 лайф. Вот так вот. Так вот у меня получилась такая ботинка. Соответственно, у нас ботинки с 4 статами. Ну и потом у тебя что получается? В суффиксы ты слэмишь абсолютно рандомные статы. Там, будь то фаер, какой-то там лайтнинг. Вот такая ботинка. Реслес. Кидаешь. Во-первых, заменяешь один из статов. Можно смело его брать. Вот. Ну вот это, конечно, нас не устраивает. Это мы и не берём. Теперь самый главный момент. Реслес статы на ботинках поломаны. Вот к хуям. Я пока крафтил, узнал, что ни один, ни другой стат не является статом группы. Вот. Соответственно. Когда тебе прокает вот так вот мувспит, ты его берёшь. Вот. И теперь у тебя остаётся 2 стата на выбор. И когда ты его будешь крафтить, у тебя будет реролиться блюр эффект. Вот этот вот стат. А этот стат будет оставаться на месте. Потому что он может быть только одним. Вот видишь. Вот. И ждёшь. Пока у тебя в суффиксе не прокнет кулдаун, рекавери, спид. Потому что мувспит поменяться уже не может. И он не является статом группы, и он тебе заменит его. Обязательно. Вот получаются мои ботинки. Ну, понятное дело, что там нужно наролить не блюр эффект, а как он там называется-то, и дреть. Кулдаун, рекавери, спид. О, всё. Вот так крафтятся мои ботинки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok